Страны Центральной Азии должны объединиться, чтобы противостоять угрозам, исходящим из Американско-Китайской торговой войны. Такое мнение прозвучало на конференции в Сеуле. По мнению политолога Пак Саннама, конфликт между США и КНР сильно влияет на развитие экономики центрально-азиатских государств. В первую очередь это связано с реализацией Пекина программы «Один пояс, один путь». Профессор Пак считает, что подписание Китаем торговой сделки США откроет новые возможности для Казахстана и других стран региона. Но для этого им необходимо принять общую стратегию развития отношений с КНР. Пак Саннам отметил, что государства Центральной Азии должны в рамках Шанхайской организации сотрудничества или на двусторонних переговорах требовать от Китая более справедливого подхода для совместного развития. Для того, чтобы не идти на поводу Китая и России, необходимо создать стратегию, подходящую для стран Центральной Азии. Конечно, в каждой стране есть своя программа экономического развития. Например, Казахстан-2020 или Узбекистан-2025. Но необходима общая стратегия для пяти стран. И только тогда можно будет развиваться наравне с такими державами, как Китай и Россия. Китай. 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 Китай.